Приветствую вас, и образ человека, чувства к нему, отличаются повышенным субъективным отношением, носящим немного эгоцентрический налет, оттенок. Говоря простым языком, когда человек любит образ, он хочет, чтобы тот, кого он любит, во всем этому образу соответствовал. Здесь нетерпимость в том, во всем том, что выходит за рамки образа. То есть, вы можете себе представить, какое у вас представление о человеке. Как вы его себе представляете? Если такое представление есть, оно идеальное, то накладывайте его на реального человека. И если вы увидите, что, по большому счету, для вас ценно в реальном человеке то, что присутствует в вашем идеальном образе сознания, что это означает, что вы любите именно образ, а не самого человека, реального. Также ответом на ваш вопрос послужит на личной толерантности к тому аспекту взаимоотношений между вами, который не входит в образ, не входит в то, что вам нравится. То есть, как вы относитесь к тому, что у человека есть недостатки. Готовы ли вы их понимать? Готовы ли вы их понимать? И если да, тогда означает, что вы в большей степени были влюблены в реального человека. Последним и самым главным, на мой взгляд, аспектом, отвечая на вопрос об образности или реальности любви, является направленность вашего отношения к человеку. То есть, если вы влюблены в образ, то вы как бы постоянно у человека столько берете. Вы забираете его энергию, время, его силы, его внимание, его ласку, заботу. Но при этом сами отдаете значительно меньше. И желания отдавать себя этому человеку у вас тоже нет. Нет стремления делать его счастливым. Нет стремления делать для него все, что в вашей силе. И вот если у вас такое стремление есть, если вы готовы принимать человека безусловно и стараетесь безусловно для него делать все, что в ваших силах, чтобы он был счастлив, вот тогда, тогда это любовь к реальному человеку. А вы знаете, вообще-то говоря, вообще-то говоря, каждый из нас на протяжении своей жизни встречает таких людей, которые вот в той или иной степени соответствуют образу, который мы сами себе придумаем. Допустим, кому-то нравится, если говорить про женщину, то кому-то нравятся сильные, суровые, многословные, жесткие, гордые мужчины. Но вот нравится кому-то именно это. И казалось бы, что такого сложного? Вот, найди такого мужчину, да, и строй с ним отношения. В реальности ситуация складывается таким образом, что человек, в общем-то, встречает такую личность, вступает с ней в связь и счастлив до тех пор, пока есть элемент влюбленности, элемент новизны, элемент страсти. Когда это проходит, начинаются ссоры, скандалы, конфликты, разногласия и так далее. Человек отказывается принимать оборотную сторону тех качеств, которые неизменно сопутствуют положительным чертам этого самого образа. И это означает, что если вы готовы принимать не только положительные, не только светлые стороны черт личности, но и негативные, оборотные, темные, то это любовь настоящая. Если же вы видите только светлые и не желаете принимать темные, это любовь образу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.